Есть блогеры, позиционирующие себя как мусульмане, но в то же время высказывающие то, что несовместимо с исламом. В описании профиля они могут писать «мусульманин-мусульманка», в сторис выкладывать аяты Корана из речения пророка Али-Иссаляту Ассалям. Их страница привлекательна тем, что раскрывают проблемы в мусульманском обществе и семье. Мусульмане ставят им лайки, комментируют их публикации, репостят и способствуют их продвижению. Но говоря сегодня о каких-то реальных проблемах, уже на завтра они легко позволяют себе выступать против общепризнанных шариатских положений. Например, одна из них пишет «Всё, что связано с шариатом, исламским правом и так далее, всё это такое же ничтожное ничто, как и конституция, кодексы, всё это топтание на месте, это вообще к Создателю никакого отношения не имеет». Её слова – куфр, неверие и выход из исламы. Сколько бы она ни называла себя мусульманкой, она ей уже не является. Это стадия, когда человек явно продемонстрировал своё отношение к исламу. Такие люди пытаются исказить религию и адаптировать её под свои личные предпочтения. Некоторые блогеры делают это не столь очевидно, ведь иначе потеряют аудиторию, они находят проблемный вопрос, говорят о нём часто преувеличивая, а затем тонко намекают на то, что дело не в мусульманах, а в самой системе, то есть в исламе. Уже завтра они заявят, что хиджаб – это притеснение женщины, а шариатские запреты устарели и неактуальны. Возможно, кто-то из них делает это по невежеству, искренне веря в свою правоту, а кто-то намеренно, поскольку им не нравится, что мусульмане практикуют свою религию, живут и мыслят ею. Другие блогеры пошли иным путём, они взяли на себя роль учёных-мучтагидов и стали искажать очевидные шариатские положения, самостоятельно толкуя аяты и хадисы. Один из таких блогеров писал, «Да, на первый взгляд этот аят говорит о запрете, но…» И далее начинается такое искажение, на которое только хватило его фантазии. Мусульмане, не обладающие достаточными знаниями, не могут разобрать, где правда, а где ложь, и по невежеству становятся соучастниками. А это очень опасно и чревато вероотступничеством. Что делать? Быть более бдительными. Как бы часто эти блогеры не говорили о проблемах, это не стоит того, чтобы поддерживать их даже в том, в чём они правы. Всякое выступление против общеизвестных шариатских норм, в какой бы форме оно ни происходило, должно вызывать у мусульман отторжение и непринятие. «Помните, что религию для нас сохранили и донесли имамы Мучтагиды и их последователи из четырёх маскабов. Праведные предшественники говорили, «Поистине, эти знания – религия. Так смотрите же, от кого вы берёте свою религию. Да сохранит нас Аллах от неверия и заблуждений».